В прошлом году от жителей города было принято 88 заявок в рамках проекта бюджет народного участия. Из них 52 дошли до стадии голосования и в итоге были проведены соответствующие строительные работы. В этом году в рамках данного проекта реализуются 44 заявки. Ход этих работ проверили члены мониторинговой группы. Участники мониторинга знакомились со строительством пришкольного футбольного поля, расположенного в 11 микрорайоне. На данный момент 60% работ здесь завершены. Строительство футбольного поля началось в прошлом году. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории. Ответственные специалисты отмечают, что работы на данном участке начались в июне. Данные виды работы начались в 2023 году. Тогда, в 2023 году, в рамках данного проекта был построен стадион, именно футбольное поле. Общая площадь идет 20 соток. В текущем году продолжаются работы. Это такие виды работы, как прокладка новой беговой дорожки, реконструкция баскетбольного поля, спортивные площадки, также благоустройство по территории, установка беседок для жителей данного района, трибуны для зрителей во время спортивных мероприятий. Теннисные столы будут устанавливаться. Также будет пробурена одна скважина для полива зеленых насаждений на данном стадионе. По плану работы здесь будут завершены в этом месяце. Также на этой же территории строится пешеходная дорожка рядом с многоэтажным жилым домом. В рамках бюджета народного участия на территории 11 микрорайона реализовывается проект, как называется Арбат. Это проход между двумя садиками. Это садик Армана и Шула. Данный проект уже на 50% реализован. Осталось только установить скамейки и уличное освещение. Своё мнение высказали члены общественного совета и депутаты, которые следили за качеством проводимой работы. Поле в хорошем состоянии, я думаю, потому что поле сделали год назад. Поле сейчас... Дети до сих играются, ничего не порвано. Поле же искусственное, клей поднимается, по идее, всё в хорошем качестве, я думаю. А общее строительство, реализация, говорят, что через месяц закончится, подрядчики. Такое обещание дают. Думаю, качество будет хорошее. Ещё эта реализация до конца не закончена. А по нашему Арбату, по 11 микрорайону, у нас родители спрашивали освещение. Ну, Астанинский район, им полностью брусчатку, освещение. И полностью реализовали здесь. Арбат, здесь были грязь, лужи были, залобы были, чтобы в саде ходить невозможно было. Дети, деревья падали. Сейчас, в этом году, в данное время, и поле сделали, и там во дворе делаем. Ещё во дворах делаются вот эти спортивные площадки, беседки. Ну, в данное время участвуем, я расскажу про это. Здесь, пока не закончено, будут ещё светильники и эти, скамейки. Более уже в этом году, просто вот начали, в этом году больше делать. Сейчас мы там просим, проблема в чём. До этого, год-два был депутат, Усимек Азамат, мы посадили деревья, они все пропали. Почему пропали? Потому что нет воды. И в этом году я уже два раза подавал заявку Шеребеков, сейчас Азамат, на скважину. Если скважина будет, будем сажать. Тогда уже будет какой-то эффект. Отметим, что на сегодняшний день по 39 заявкам определены ответственные подрядные организации, а по 5 конкурс ещё не завершён. Объём средств на весь проект бюджетно-родного участия составляет 1 миллиард 318 тысяч тенге. То есть денег достаточно, нужен только результат.